Поздравляю вас с окончанием турнира. Для меня это самый важный турнир, который существует в российском Киукушине. На вас такое бремя очень важное легло. Это вы главный судья турнира. Как справились ваши бригады, судьи на объединенном турнире? Действительно турнир непростой. Разные организации. Все представляют своих бойцов. Даже понятно, что хочешь, чтобы боец победил, организация была первой. Но на предыдущих турнирах я наблюдал, что очень часто победителя определяли весы. То есть судьи были несколько нерешительны в своих решениях. И не решались отдавать тому или иному победу. И это очень конкретно сказывалось. Цель президента Киукушины – просьба собраться в разную сезон и построить партнераж. Надо посмотреть, когда не выявляют выхода, а вещи очевидные есть, которые отрицать нельзя. Человек победил, боец победил, ему надо же отдать победу. А судьи не решаются это сделать и определяют победителя веса. И не всегда объективно причем. Сегодняшний турнир отличается тем, что судьи я бы им поставил пятерки. За редким исключением в начале первого друга были несколько замечательных. Незначительно. Самоторов Васильев и Трофим Шукерова, Василов Максим, Дюлев Андрей, Тилов Аккул, Колосов Андрей, Просьба собраться в разниночном зале для предыдущих парада награждений. У меня, откровенно говоря, только главного скип претензий не к кому нету. Все отлично поработали. Раздали всем по заслугам. То, что турнир главный. Да, в России главный турнир. Но, понимаете, у каждой организации сегодня очень напряженный график. Если брать нашу, например, Иков и Кушенка. У нас за три месяца прошло четыре крупных мероприятия. Это первенство России. Здесь проходило, в Москве. Потом проходил чемпионат и первенство мира. Кубок России прошел. Опять же, мы знали за три месяца. Чемпионат и первенство Европы. Это вот в марте, апрель, май. Поэтому бойцы будут старше. Я так думаю, что неплохо было бы вообще в турнире как-то планировать таким образом. Во-первых, они уже проходят, мне кажется, регулярно. Не обязательно каждый год. Вот, можно их проводить, так сказать, через два года, через четыре года. Но они должны быть регулярными. Если так говорить, когда есть стабильность в этом направлении, то люди, бойцы готовятся, мера готовятся к этому мероприятию. Послушайте, мы в центром и мусорбе. И когда и результат совершенно другой, относительно личного участника. Понимаете, мы не вовремя приехали, у нас сейчас церемония на обращении. Мы даже не знаем, кто вас сейчас. Поэтому я думаю, что вот так, мне кажется, это смотреть, учитывать мероприятия международных организаций, ну, соответственно, планировать уже это рассмотрение. Простите, а можно? Развешитесь. Понимаете? Да. Все, спасибо огромное. Что еще, Андрей, сказать? Еще такой вопрос мне задали читатели, посетители сайта. Они видели ваш бой с Шиханом Глушенковым, да исторический, где была драка, а не бой. И они говорят, а как сейчас эти Шиханы общаются между собой, здороваются? Более того, мы друзья. Мы находимся в очень радостной организации, у нас не мешает дружить. Мы приятные с вами человеком. Разговариваем сейчас. Действительно много пройдено вместе. Отлично. Отлично. Ну, я хочу сказать про этот бой. Тогда уровень-то был совершенно другой, понимаете? Мы каратэ изучали по книжкам. Сами это знаете. То есть никого никуда не выпускали. Мы первый раз в Киеве в 90-е. Мы приехали туда, увидели японский, по большому счету, настоящий каратэ. Тогда мы увидели, по большому счету, что такое японский каратэ. И тогда мы потихоньку начали его изучать, по какой оно должно быть. То, которое оно сегодня есть, по большому счету. Ну, мы, так сказать, самое главное у нас было в то время. Убер от себя. Это нам позволяло и драться, и выступать. Настолько, насколько хватало сил. Я так краем своего начала в каратэ зацепил как раз расцвет первой сборной, если так можно сказать. И всех, даже коричневых поясов, мы знали наперечет. И вроде бы все занимающиеся были готовы драться. Главное, чтобы их выпускали. А сейчас получается, что вроде бы организация по спискам 56 тысяч занимающихся в России, по официальным Минспортам. А чемпионаты, Кубки России собирают гораздо меньше людей, чем это было 10 лет назад. И зрителей? Нет, нет, бойцов. А бойцов? Ну, надо отдать, так сказать, все-таки должное. Ну, прошел тот бум, наверное, когда в каратэ было что-то нечто такое непонятное, неизвестное. Хотели стремиться к этому, познать что-то такое. Потому что очень много было такого непонятного, казалось, мифического что-то такое. Хотя, когда мы окунулись в каратэ и начали его изучать очень серьезно. Это, как любой другой, конечно, подход несколько другого, относительно воспитания, тренировочного процесса, воспитания человека. понимаете, то есть, ученика своего. Это несколько другой подход, чем обычный вид спорта, на мой взгляд. Но время, оно все равно берет свое. Вот эта вот аура неизвестности, непонятность, что-то такое там, да? Оно исчезает, и люди понимают, что это однокровенная пахота. Тренироваться, тренироваться, трудиться. Вот, и оно, так сказать, приобретает обычную форму. Поэтому, я думаю, что можно все таки побуждить, но все таки приобретать. Это, может быть, мое субъективное.